Мастер, когда открываешься, и ты видишь много образов других людей. Я не знаю, хорошо это или плохо. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Образы как бы застревают в тебе. Но я не понимаю. Скажи тогда еще раз, я объясню. То есть когда ты открываешься, тогда ты видишь что? Образы. Образы. Ага. Когда я открываю сердце, я принимаю так много разных людей в моем сердце. И дальше что? С другой стороны. С другой стороны. Но хочется быть открытым. Я хочу быть открытым. И что, и ты боишься? Нет, я не боюсь. А что? Я хочу быть открытым. Я хочу быть открытым. Что? Ты хочешь просто сказать что-то об этом? Если я открытым, я принимаю множество людей. И что делать? Я хочу быть открытым. Как это? Я хочу быть открытым. Как это? Нет вопроса, просто сказать. Нет. Открытие – это правильно. Сердце должно быть раскрыто. Сердце должно быть полно любовью. Это очень хорошо. В другом случае не будет наслаждения в жизни, не будет течения, энергии. И жизнь не будет течь. Когда ваша энергия течет, вы находитесь в удовольствии. Больше пространства восхождается. Но проблема не здесь. Проблема в том, что когда есть любви, вы начинаете переходить в отношения. Любовь – это очень хорошо. Вы можете любить людей, нескольких, весь мир. Неважно. Проблема случается, когда от любви приходите опять в отношения. Я хочу быть этим мужчиной, этим человеком. Когда эго приходит, когда ум приходит. Мои люди, это мой дом, это мое, мое. Допустим, дом – не проблема. Комната, комната – нет проблем. Проблема в том, что мы кладем энергию ума на это. Это мое, мой дом. Допустим, это ваш дом, да, кто-нибудь сломает ваш дом, начинаются проблемы. Допустим, это так, что же самое с женщиной. Допустим, если кто-то там вообще начнет общаться с этой женщиной, это моя женщина. Любовь заканчивается тогда, когда начинает входить ум. С открытым сердцем нет проблем. Вот есть дружба, есть отношения. Френшип на релэшншип. Когда вы встречаете кого-то, сначала смотрятся друг на друга, вам нравится эта энергия, вам нравится этот человек, нравится течение энергии друг с другом. Вы становитесь ближе, ближе, когда вы становитесь более близким. Любовь еще продолжает дичь. Потом вы становитесь, решайте быть вместе. И начинаете слишком сильно близко подходить друг к другу. И начинаете думать, он мой, он моя. Здесь начинается борьба, ненависть, злость. И потом, когда в дружбе, вы вверх. Дружба может быть вверх. Дружба может быть вверх. Дружба может быть вверх. Но в отношениях вы можете быть не со всеми. И дружба может быть со всем миром. Когда вы переходите от дружбы к отношениям. И в этот момент вы двигаетесь вверх. Сердце закрывается. Ум открывается. И начинается эта драма. Эмоциональная драма. Любовь нет проблем. Вы можете с любовью открыть быть к пяти людям, к десяти, к миллионам. К миллионам людей. Вы можете быть открыты к всему существованию. Проблема в том, что когда вы двигаетесь в ум, двигаетесь в отношениях. Ну вот спросите, что же нам теперь не иметь ни машины своей, ни дома своего. Нет, можно все иметь и получать удовольствие. И это реально вкладывать в понятие, что это мое. Однажды? Кто знает? Кто знает? Может дом исчезнет? Машина? Может вам придется собственно уйти из этого дома. Вообще вам нужно будет умереть когда-то. Если вы не опускаете свою привязанность на это, это мое, 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 тогда вы будете получать удовольствие. Вы будете получать удовольствие от всего. Ну как только вы допускаете вот это чувство, это мое, мое, тогда любовь заканчивается. Любовь это очень хорошо. Вы открыты. Открыты для каждого. Когда вы не чувствуете, что вы открыты, полностью тотально будете открыты. Будьте осознаны. Как вы? Будьте осознаны и вы увидите, как вы переходите от дружбы к отношениям. С друзьями у вас нет никаких жалоб друг на друга. Ну это мой друг, там окей. Иногда он хочет быть со мной, иногда не хочет. Он свободен. Я тоже свободен, он свободен. Иногда он хочет что-то делать, иногда нет. Иногда он приходит со мной, иногда нет. Вы свободны, друг свободен. Но в отношениях это важнее. Иногда она должна это делать, почему она идет туда, почему не делает то или это. И это так, разрушает. Вы не свободны. Когда заканчивается свобода, любовь уходит. То есть это чувство, почему любовь закончилась. Ну потому что вы сломали свободу друг друга. Будьте осознаны. Когда начинаются отношения. Будьте осознаны. Будьте осознаны. Будьте осознаны. Будьте с ревной, зависти и так далее. Хотите уйти, но не получается. Глубже и глубже входите в этот процесс. Хочется уйти. Но. вам будет казаться, что если чем больше будешь друг с другом, тем быстрее все это уйдет напротив. Это не так лучше, как бы сделать пространство для друг друга, тем большую дистанцию, и тогда будешь лучше. Если любовь превращается в отношения, начинается игра ума, эго начинает быть. Когда любовь переходит в игру ума, будьте осознанны. Если вы хотите полностью, все время оставите вашу любовь, чтобы ваша любовь продолжала сохраняться. Будьте осознанны, иначе все очень быстро закончится. Все закончится. Сдовольствие, красота. Есть только масса такая. Вы будете сходить с ума. Такой бардак начнется. Если вы открыты, ну, допустим, если вы там хотите, открытых деревьев. Допустим, любите природу все время. Почему же вы не любите какого-то человека постоянно? Почему вы не можете долго любить какого-то своего-то партнера? Не то, что вы пытаетесь захватить этого человека. Поэтому все заканчивается. Я скажу одну вещь. Все время помните одну вещь. Когда встречаете кого-то, становитесь родственником, как хотите быть вместе, любовь уходит. Всегда помните тот день, когда вы не знали друг друга. Это же было естественно. Потому что какой-то был день мы не знали друг друга, а потом мы встретились. Вспомните, когда вы встретились, вы много-много энергии дали друг другу. ваша энергия начала. Значит, обмениваются энергии. Он думал о вас, вы думали о нем. Это нормально. Но помните, помните ваше вот это пространство внутреннее, которое у вас было до встречи с этим человеком. Иначе держите это пространство внутреннее. Будьте одиноки внутри вас. Эта медитация важна, потому что вы со всеми находитесь вместе. Окей, но так же я могу быть и сам с собой. Когда вы сами с собой, тогда вы, соответственно, очищаете все, что вы получаете. Очищаете ваши эмоции и так далее. Ваша негативность. И тогда любовь вновь придет к вам. Любовь всегда хороша. Но отношения или игра ума это нехорошо. Это наша привычка. Наша привычка. Наша привычка быть сопривязанным. Наша привычка не как бы все время быть с кем-то. Привязка это очень хорошо, привязанность. Но привязанность к чему? Привязанность к самому себе. Не к кому-то, а к самому себе. Когда вы можете быть привязаны к самому себе, если же вы, получается, не можете любить себя, если вы не можете быть сами с собой, вы начинаете обращаться к кому-то снаружи, искать кого-то, привязываться к кому-то. Любовь – это прекрасно. Любовь – это Бог, любовь – это красота. Когда из любви вы приходите в ум, как начинается ум? Почему он начинается? Ум начинается. Когда вы встречаете, допустим, вам кажется, я знаю его. Я все знаю. Я его знаю. Тогда означает, что вы в уме. Если вы в сердце, вы встречаете кого-то и говорите, я встречаю его как в первый раз. Я вижу его в первый раз. Как ребенок. Допустим, есть глаза очень свежие. Они смотрят, они опять начинают смотреть точно так же, и получать удовольствие. Они просто получают удовольствие. Когда приходите в ум, вы начинаете говорить, я это знаю, я все знаю. Это знание заканчивает удовольствие. Удовольствие всегда в каком-то секрете, в тайне. Когда вы вообще ничего не знаете. Когда тайна приходит, вы живете от момента к моменту. Вы не знаете, что будет завтра. Вы не знаете, что будет в следующий момент. Если будете знать, что в следующий момент произойдет вот это, это еще что-то, завтра вот это произойдет, удовольствие заканчивается. Допустим, с одним и тем же человеком 10 раз в день начинаете встречаться. Если вы от момента к моменту живете, вам даже не будет это утомлять. Будет казаться отличным, что встречаетесь даже так часто за один день. и приходите из медитации, приходите из вашего центра. Вы открываете глаза, и чувствуете в первый день. Если вы закончите медитацию, открыть глаза и увидеть, как здорово вы можете увидеть свою жену, как будто увидеть ее в первый раз. Если вы от момента к моменту живете, и когда вы встречаете в первый день, когда вы встречаете, вы знаете, что я был 4-3-5 лет, я знаю друг друга. Я знаю друг друга. Не знаю. Это знает человек 3-4 года, и ничего не ожидаете, как все знаете, удовольствие нет. Просто быть открытым ко всему, быть свежим. Существование это всегда новое и свежее. В каждый момент, каждый шаг. Вы смотрите на дерево. Вы пришли час назад, вы смотрели на это дерево, а через за этот час столько всего ушло из этого дерева. Даже несмотря на то, что оно как бы не срубило, но все равно энергия течет, в нем все меняется. Но мы не можем это увидеть, потому что только физически смотрим. Если мы посмотрим на энергию, энергетически, то все время там что-то меняется. Все освобождается, меняется. Если ваши глаза как у ребенка, тогда у вас нет никакой привязанности, зависти, ревности и так далее. Даже если у вас есть гнев. У детей есть гнев. Например, пять-пятилетний ребенок становится злым. Он говорит матери, я очень злым на тебя, я не хочу с тобой разговаривать. Я ненавижу тебя, не люблю тебя. Через пять минут он прибегает, и все в порядке. Он даже забыл, что было пять дней назад. Это было, о чем говорил. А нам, если кто-то скажет что-то, то мы двадцать лет помним об этом. Или всю жизнь. Тот человек сказал мне, такую вещь не очень хорошую. Я еще увижу его и... У детей нет его, они не помнят этого. А у взрослых есть. Медитация как бы делает вас невинным, как ребенок. Таким игривым. От момента к моменту. тогда ничто не может затронуть вас. Когда вы в сердце, вы получаете удовольствие. Никакая темнота, неосознанность не пройдет у вас. Вы течете, ваша энергия течет, 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 течет. Вы продолжаете. Когда вы приходите в ум, ум как бы сдерживает энергию. И проблемы начинаются. Проблемы начинаются, когда ваш ум как бы активно работает. Это так. Когда у вас не было времени быть открытым, открывайтесь. Не пропускайте это время. Прыгайте в это. Но не привязывайтесь. Поехали. Все еще раз не встречается. Мы встречаемся в у고는. Поэтому не время сейчас.